Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться самым простым рецептом приготовления борща, ну как мне кажется. И просьба поварам мишленовских ресторанов закрыть глаза и уши. А лучше отключить это видео. Первым делом ставим вариться мяском. У меня курица. Далее займемся овощами. Нам понадобится морковь, картофель, лук, свекла и чеснок. Картошку нарезаем мелко, лук тоже, чеснок вообще мелко-мелко. Морковку трем на крупной терке, так же поступаем и со свеклой. Теперь на маслечке обжариваем буквально минут 5-7 свеклу и морковку. Да-да, прям сразу все вместе. Этим временем вода с курочкой закипела и проварилась примерно минут 5. Я сливаю воду, меняю на новую, добавляю лаврушку и снова ставлю на огонь. Свекла с морковкой поджарились и теперь я добавляю помидорки. У меня вот такие замороженные. И сразу же добавляю лук с чесноком. Перемешиваю, накрываю крышкой. И, собственно говоря, оставляю тушиться практически до готовности. Овощи уже готовы. Я их накрыла крышкой и поставила отдохнуть. А курочка, на мой взгляд, еще сыровата. Курицу и тем более свинину я готовлю обычно очень долго. Поэтому не удивляйтесь, возможно, у вас этот процесс пройдет побыстрее. Вот курочка практически сварилась. Я в нее добавляю картошку и практически сразу добавляю нашу зажарку. И теперь специи кориандр, тмин, черный молотый перец, сахар, цванская соль и соль обыкновенная. Все перемешиваем и жду, пока оно закипит и, конечно же, сварится картошечка. Я использовала не всю зажарку, и я всегда ее готовлю в два раза больше. А оставшуюся часть охлаждаю и ставлю в морозилку до прекрасных времен. Через неделю, через две, а может даже через три я ее воспользуюсь и сварю свежайший, вкуснейший борщик. Все, борщ готов. Конечно же, добавляем сметану. Для меня борщ без сметаны – это как сало без хлеба, поэтому ее наличие здесь обязательно. Зеленушку и приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok